Если нет любви, то что же тогда есть? Такую запись сделал в своем дневнике Леонардо да Винчи через несколько лет после того, как был дважды осужден за мужскую любовь. Воспетая Платоном и платонизмом мужская любовь, или La More Mascolino, как выражался сам да Винчи, была во Флоренции явлением обычным и абсолютно нормальным. Но, тем не менее, с тем же успехом считалось преступлением. На самом деле, да Винчи — это не фамилия великого мастера, а лишь прозвище, которое означало «родом из городка Винчи». Полное же имя Леонардо звучало следующим образом — Леонардо — сын господина Пьера из Винчи. Лео родился в 1452 году в провинции Тоскана в Италии и примерно до 12 лет жил в городке Винчи. У него была большая семья, но родители не жили вместе. В 1464 году отец забрал его с собой во Флоренцию, где он и начал свой творческий путь. Когда Леонардо исполнилось 14 лет, отец устроил его подрабатывать к одному своему знакомому — Андрео де Эль Вероккио, инженеру и художнику, под началом которого трудилась одна из лучших мастерских во Флоренции. Итальянский живописец Джорджо Вазари вспоминает, Пьера взял однажды несколько его рисунков, отнес их Андрео Вероккио, который был его большим другом и убедительно просил сказать, достигнет ли Леонардо успехов, если предастся рисованию. По словам Вазари, Андрео невероятно восхитили рисунки юного Лео, и он непременно решил дать ему шанс работать вместе. Как вы знаете, одна из самых известных скульптур Вероккио — это извояние юного воина Давида, стоящего над головой поверженного Голиафа. На его лице знакомая улыбка, во многом похожая на те, которые в будущем будет изображать сам Леонардо. Эта улыбка особенная, пойманная в тот миг, когда она начала превращаться в решимость. В отличие от классического Давида Микеланджело, который предстает у него взрослым и крепким мужчиной, у Вероккио Давид скорее выглядит как совсем юный подросток, ввиду чего есть некоторые основания полагать, что Вероккио любил Давида именно с молодого Леонардо. В жизни и в заметках Леонардо очень многое указывает на то, что его всегда интересовала возможность изучения человеческого тела. Тем не менее, в рисунках и набросках он, вероятно, проявлял больше интереса к мужскому телу, нежели к женскому. Рисуя обнаженных мужчин, он наделял их нежной красотой. Большинство из них были изображены в полный рост. При этом почти все женщины, которых Лео писал, всегда одеты и изображены только выше талии. В апреле 1476 года, за неделю до того, как Леонардо исполнилось 24, его обвинили в связи с юношей низкой социальной ответственности. Анонимный донос на Леонардо положили в один из барабанов для писем, которые расставили по городу специально для сбора сведений о всяких разных поступках. Там также упоминалось имя юного Якопа Сальторелли, работника ювелирной мастерской. Он замешан в неблаговидных делах и соглашается угождать желаниям тех людей, кто подступается к нему с таковыми намерениями. В связи с этим человеком обвинялись четверо молодых людей, в том числе и Леонардо Диссер Пьеро да Винчи, живущий с Андреа де Вероккио. 30 лет спустя Леонардо оставил мне однозначную запись в своем дневнике. Когда я изобразил Христа ребенком, ты вверг меня в тюрьму. А теперь, если я покажу его взрослым, ты поступишь со мной еще хуже. И в этом очень по-леонардовски кроется какая-то загадка. Вероятно, вероятно, Сальторелли мог позировать для одного из изображений юного Христа, потому как не было никаких других лиц, кроме него, которые были бы, возможно, как-то связаны с тюремным заключением. На протяжении почти всей жизни вместе с Леонардо в доме и в мастерских проживало довольно большое количество молодых симпатичных юношей. Это были натурщики и ученики мастера. Однажды он нарисовал эскиз взрослого мужчины и молодого юноши рядом в профиль лицом друг к другу. Они же сделали подпись. «Фьеррованте де Доминика из Флоренции. Мой самый любимый друг. Он мне как...» На этом подпись обрывается. Одним из первых спутников жизни да Винчи во Флоренции был молодой музыкант Аталанто Милли Ротти, которого Леонардо научил играть на лире. В 1480 году Леонарисовал портрет Аталанто с запрокинутым лицом. А еще сделал набросок мальчика со спины в полный рост, играющего на лире. Но, пожалуй, все-таки самая длительная дружба была у Леонардо с другим юношей, который поселился у него в 1490 году. Лео по праву прозвал его дьяволенком, то есть Салай. Он был дерзкий и непослушный. По словам того же Вазари, Салай отличался особой красотой и невероятной грацией. Еще бы. Имел прекрасные вьющиеся волосы, которыми Леонардо очень восхищался. Джакомо поселился со мной. Этими словами описал знакомство Салая Леонардо да Винчи. Настоящим же именем Салай было Джан Джакомо Капротти. Он был сыном простого крестьянина. Этот красивый молодой юноша появляется в десятках рисунков и эскизов Леонардо. Джакомо пробудет с ним почти до конца жизни. Возможно, не просто в качестве слуги или помощника. В неопубликованной книге сновидений, написанной в 1560 году, Ломаца, знакомый с одним из учеников Леонардо, записал вымышленный диалог между древнегреческим скульптором Фидием и Леонардо, который сознается в любви к Салай. Фиди в лоб спрашивает его, состоят ли они в плотской связи. «Играл ли ты с ним в ту игру, которую так любят флорентийцы?» «Много раз», — весело отвечает Леонардо. «Да будет тебе известно, он был красивый юноша. И ты не стыдишься об этом говорить?» — вопрошает Фиди. «Чего же здесь стыдиться? Среди достойных людей это скорее повод для гордости. Пойми, ведь мужская любовь — лишь порождение заслуг, объединяющие людей с разнообразными дружескими чувствами». Дьяволенком Лео прозвал его за непокладистый характер и постоянные попытки что-либо у него украсть. «На второй день я велел скроить для него две рубашки, пару штанов и куртку. А когда я отложил в сторону деньги, чтобы заплатить за эти вещи, он эти деньги украл у меня из кошелька», — записал Леонардо. «И так и не удалось заставить его признаться, хотя я имел в том твердую уверенность». Уже на третий день Леонардо взял Салай на ужин к известному архитектору. И там мальчишка повел себя в классическом стиле Артюра Рэмбо. Леонардо нельзя назвать человеком особо откровенным в своем дневнике. Как правило, там он больше писал о своих наблюдениях, чем о личных чувствах. Однако упоминания о Салайе можно увидеть множество раз, при этом с раздражением, в котором одновременно проскальзывают умиление и симпатия. «Лео почти всю жизнь продолжал баловать Салайе, покупая ему дорогую одежду, модные башмаки и красивые чулки. Все расходы на наряды Джакома он подсчитывал и сохранял в записной книжке». Еще до появления Салай Леонардо обзавелся привычкой делать наброски, изображавшие миловидного молодого юношу, а напротив него, как антипод, взрослого мужчину, похожего на воина. Об этом он говорил так. «Следует смешивать по соседству прямые призывоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим, безобразный по соседству с прекрасным, большой с малым, старый с молодым». Около 1510 года Леонардо выполнил еще один карандашный рисунок, изображающий голову Салаи в профиль. Даже в последние годы жизни Леонардо продолжал изображать образ, похожий на Салаи. В наброске 1517 года он вновь изобразил его таким, каким тот врезался в его память. «Молодой персонаж, изображающий удовольствие, чем-то снова напоминается Лаей. Он стоит в слиянии с мужчиной, который олицетворяет неудовольствие. Их руки переплетены, а тела сливаются воедино. Это удовольствие вместе с неудовольствием, и изображаются они близнецами, так как никогда одно неотделимо от другого». В 1509 году Леонардо начал работать над Иоанном Крестителем. Он тоже возил его с собой повсюду и не собирался расставаться с ним прямо как с Мона Лизой. «Именно Салаи послужил моделью для Иоанна Крестителя. И вполне вероятно, что Иоанн Креститель в образе Балхуса также был списан с лица мальчика». Однако мало кто знает, что сохранился еще один рисунок с этим ангелом, достаточно неоднозначный. В 1513 году Лео сделал набросок юноши с мужским половым органом и женской грудью. Это изображение получило известность как «Ангел во плоти». На обороте этого необычного рисунка было написано, а затем зачеркнуто, имя Салаи. Характер отношений мастера и Салаи довольно сложный. С одной стороны Джакомо поступил к нему в качестве ученика, а с другой оставался транжирой и воришкой. Но это в какой-то мере было обусловлено фактором того времени. Лео все равно продолжал держать его около себя более 25 лет, вплоть до самой смерти в 1519 году. У Салаи было множество братьев, и можно предположить, что часть наворованных вещей мастера отдавалась именно им. В 1506 году у дьяволенка появился соперник. Леонардо взял себе в ученики 15-летнего сына аристократа из Ломбардии, графа Франческо Мельце. Он стал его любимцем и главным творческим наследником. В письмах к родным Франческо упоминал, что великий художник питает к нему чувство глубокой, страстной и самой пламенной любви. Франческо вместе с Леонардо создали множество уникальных произведений. Ученик оставался с учителем до самой смерти гения и стал его основным наследником. Кроме денег он получил картины, инструменты, библиотеку и унаследовал огромный архив великого художника. В завещании Леонардо также был указан и Салаи. Он получил портрет Мона Лизы, большую сумму денег и часть миланского виноградника, подаренного да Винчи его покровителям Людовика Мора. В Википедии о Леонардо можно увидеть вот такую забавную заметку. У Леонардо не было близких отношений вообще никогда и ни с кем. Но на самом деле, как вы понимаете, это абсолютно невозможно. Те, кто во имя нравственности желает выставить Леонардо этот неистощимый источник творческой мощи, неким бесстрастным или бесполым существом, явно рвутся обелить его репутацию, но имеет весьма сомнительные представления о том, как это лучше сделать. У искусства лишь один творец. И это ни руки, ни глаза, ни уши. Искусством правит сердце. И лишь благодаря сильнейшим эмоциям могут быть созданы шедевры мировой культуры. Все, что вы зовете грехом и пороком, это и есть искусство. В этом и есть страсть. И нет сильнее страсти, чем та, что между человеком и человеком не существует бесстрастного творца или непорочного гения. Вы это сами придумали.